Ребята, всем здорова, осаночной связи. Ребята, заходите, подписывайтесь, не стесняйтесь, не бойтесь, вас здесь никто не обидит. Ребята, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Пацаны, сегодня я хочу поговорить на такую тему, хотя, в принципе, больше будет тема обращена к женщинам. То есть, женская будет тема у нас сегодня, ребята. Почему с женщинам нужна свадьба? Почему нужен им брак? Конечно, сейчас многие могут написать в комментариях и между собой поговорить, что это, скорее всего, финансовая сторона. То есть, быть защищенной в финансовом плане, еще какие-то моменты, допустим, регулярный интим, возможно. Ну, ребята, если женщина более-менее расторопная, то есть, если она смышленно, то она это найдет все себе и без брака. Зачем ей нужно тащить оленя в ЗАГС, если он и так ей это все дает? Вот, в принципе, я выделил, ребята, для себя три основных момента, таких более-менее глубоких. Почему я так думаю, что женщинам нужен ЗАГС? Ну, это именно вообще вот эта свадьба вся, вот, женитьба. То есть, давайте пойдем по порядку, ребята. Первое – это статус, статусность. То есть, общаясь с женским полом, ребята, я подчеркнул для себя такой момент, что очень многие из них считают, что они вступают, приобретают какой-то статус, вступая в какие-то вот такие вот законные отношения, то есть, можно так их называть, то есть, ставишь там в паспорте, то есть, встречал даже, ребята, людей, женщин, которые там ей, ну, прямо одна такая попадалась, у меня лет 35 ей, что ли, было, то есть, она даже прямо в истерику впадала, она, подчеркиваю, ребята, то есть, не разведенная женщина, а которая не бывавшая ни разу замужем, вот. То есть, у нее прям пункт не был по этому поводу, то есть, как это мне 35 лет, я не была ни разу замужем. Ей даже дети не так важны, в принципе, ну, как это, ей статус нужно поднять свой перед подругами, перед родственниками, там, мама, сестра, то есть, там, подружки, все эти, там, коллеги на работе, то есть, как она, то есть, на нее будут, по ее мнению, на нее будут смотреть, как она какую-то неполноценную женщину, как ее никто не взял замуж, даже там, неважно, там, она симпатичная, не симпатичная, значит, с ней что-то не так, то есть, и для них, очень эту роль, большую роль играют, то есть, они очень сильно эмоционально страдают от этого, то есть, если она даже, пусть этот брак будет неудачный, пусть он развалится, там, через год, через два, через три, но ей важно побыть замужем, ей нужно быть, какой-то вот этот вот статус приобрести, то есть, ну, я думаю, вы, ребята, поняли. Момент второй, это гарантия верности и прощения измены. Ребята, я думаю, в принципе, все знают, что женщина еще из древних времен заточена на то, чтобы выбрать себе самого сильного, достойного, самого надежного партнера, самца, то есть, это еще с пещерных времен пошло, то есть, она всегда будет, всегда, ребята, какого бы она мужчину себе не нашла, она, вступая в брак, всегда, если она хочет заточить мужчину в брак, почему она это делает, она всегда оставляет за собой право выбора, то есть, выбрать себе еще сильнее какого-то самца, то есть, если она нашла себе мужчину, который, в принципе, ее устраивает, то есть, она считает, что он ее обеспечит, то есть, всеми ресурсами необходимыми, то есть, он ее защитит в нужной ситуации, то есть, она никогда не отбросит право за собой выбрать более, еще лучшего самца, то есть, и вот этот штамп в паспорте, это как будто бы барьер, то есть, она вступила в брак, да, И тем не менее, она все равно может найти еще лучше человека. И вот этот брак, вот этот штамп, возможно, как-то сдержит того самца, которого она нашла в данный момент. Это звучит, возможно, даже и глупо, но тем не менее, ребята, это работает. Вы посмотрите, по-любому вы слышали истории, когда мужчина прощал измены, будучи в браке. Потому что не хочет развалить семью, не хочет оставить ребенка без отца и тому подобное. Это весь бред. Возможно, уже привык. Ну и волокита бюрократическая. Сейчас это уходить, нужно опять разводиться, эти все волокиты. Я думаю, вы, ребята, поняли. Это, ребята, работает. Тем не менее, не хитрая логика, а это работает. И еще такой момент, ребята. Когда обезьяна летит по джунглям на Лиане, то есть она летит, одной рукой держится, другой банан ест, допустим. Она летит, пока она не схватится за другую Лиану, чтобы перехватиться, она эту не отпустит. Так и с женщинами, ребята. Как это не прискорбно, но женщина пока не схватится за другой мужской половой орган, крепко и надежно, другой, она вот этот свой старый, она не отпустит. И опять же таки, оставляя за собой право этого выбора, схватиться за другой половой орган, вот этот вот барьер штамповый, он его сдержит, вот этого старого партнера. Такие вот, ребята, дела. Ну и момент третий, ребята, тоже такой немаловажный, это женская самореализация. Сейчас, ребята, век прогрессивный, век 21-й, век эмансипации, феминизации. То есть женщины повсеместно, ну не все, конечно, но пытаются доказать мужчинам, почему-то, что они не хуже их в развитии интеллекта и тому подобное. То есть они пытаются внести такую свою лепту в этот мир. В принципе-то женщин процентов 80, может даже и больше, они не способны что-то сделать в этом мире такого глобального, значимого. Ну обычная жизнь, я не говорю, что это плохо, но тем не менее, какое-то совершить открытие, даже какое-то великое путешествие, ну не великое, просто путешествие совершить, им не подвластно. Но вот эта вот нотка эмансипации, феминизации, то есть что женщина обязательно должна как-то самореализоваться в этой жизни. У них все равно закрадывается путем телевидения, общества, государства, интернета, то есть вот этой всей информационной войны. А у нее в любом случае закрадывается в голове мысль, что ей нужно как-то самореализоваться. А как самореализоваться, ребята? Женитьба, свадьба и рождение детей. В принципе, раньше-то рождение детей и создание семьи, это не считалось чем-то таким вот глобальным. А сейчас, если женщина почему-то нашла себе достойного партнера, то есть как они говорят, удачно вышла замуж. Я думаю, вы слышали такое выражение. То есть для нее это почему-то достижение. То есть это уравнивание с реальными достижениями, потому что они по сути дела не могут чего-то достичь большего. И поэтому они считают это за какую-то самореализацию. А что еще? То есть это будет ей просто греть душу. То есть да, я нашла себе вот такого вот хорошего человека, мужчину, который ее обеспечивает, родила от него ребенка. Мы создали там или я создала семью. То есть да, я самореализовала в жизни. Они немножко путают обычные вещи с какой-то реальной самореализацией, ребята. Но такие вот моменты. Если, ребята, вам есть что дополнить, напишите это в комментариях. Вообще пишите свое мнение по этому поводу. Пишите мне, ребята, в личку. Ставьте лайки. Всем пока.